Каждый из нас с вами живет в своей дополненной реальности. То есть мы, когда видим кого-то, слышим что-то, наш мозг автоматически интерпретирует, как-то объясняет это себе и придает значение. Например, для кого-то из вас пасмурная погода и дождь — это уныние, это апатия и нежелание что-либо делать. А для кого-то это, наоборот, возможность уединиться, быть наедине с самим собой и такое внутреннее от этого вдохновение. Возьмем другую ситуацию. Представим, что знакомый человек с вами не поздоровался на улице, проходя мимо. Кто-то из вас подумает, вот зазнался, наверное, слишком деловой стал. А кто-то подумает, что улыбнется и скажет, наверное, он просто меня не заметил. То есть наш мозг практически на полном автомате каждую секунду анализирует все то, что мы видим, слышим и чувствуем, и придает это какие-то смыслы, какое-то значение. И очень часто он допускает в этом ошибки, так называемые когнитивные искажения. И этих когнитивных искажений достаточно много. Сегодня я расскажу вам о топ-10 когнитивных искажений, которые в большинстве своем и создают вот это негативное состояние внутри. Потому что каждое когнитивное искажение, каждая мысль рождает какую-то эмоцию внутри нас. И это могут быть и позитивные эмоции, и нередко негативные эмоции. Поэтому когнитивные искажения нередко заставляют нас эмоционально страдать, испытывать тревогу, другие эмоции и даже впадать в депрессию. Что же такое когнитивные искажения? Это именно искажения. Представьте, что вы смотрите на себя в кривое зеркало, и вроде бы показывают вас, но как-то искаженно, как-то неверно. Но на самом деле мозг очень часто искажает факты, поэтому мы скорее верим уже этим искаженным фактам. То есть нам кажется, что мы в искаженном зеркале это и есть настоящий мы. То есть когда мы привыкли мыслить этими когнитивными искажениями, то кривое зеркало становится для нас той реальностью. Мы не видим себя настоящим. Именно поэтому у человека может быть очень низкая самооценка. Именно поэтому человек может испытывать очень сильные негативные эмоции, быть в стрессе, в постоянном, потому что он может воспринимать себя или этот мир искаженно, не так верно, как нужно. И задача в том числе когнитивного психотерапевта заключается в том, чтобы показать, например, клиенту на психотерапевтической консультации, в чем заключается его когнитивное искажение. Как он объясняет этот мир себе так, неосознанно, чаще всего на автомате, так, что этот мир заставляет его страдать. Как он внутренне придумывает себе этот мир, себя таким, что это вызывает у него дискомфорт. Сразу хочу сказать, что если мы допускаем какие-то когнитивные искажения, это не значит, что мы глупые, что у нас низкий IQ. Это вообще с этим не связано. Когнитивные искажения допускаются теми людьми, которые не умеют, может быть, так хорошо критически мыслить по отношению к своему мышлению. А справедливости ради нас мало этому учат вообще кто-либо. Ни в школе, ни родители, ни в институте нас не учат тому, чтобы подвергать свои собственные мысли критическому взгляду. И именно поэтому нам кажется, что все то, что нам подкидывает наш мозг, абсолютно верно, мы этому верим, и в итоге это приводит даже к депрессиям. И почему наш мозг это делает? Во всем виновата эволюция, можно так сказать. Наш мозг миллионами лет учился тому, как экономить энергию. И для того, чтобы критически мыслить, не верить всему тому, что он видит быстро, нужно потратить энергию. А мозг не любит тратить энергию туда, где он не видит в этом смысла. Поэтому когнитивные искажения случаются в тот момент, когда мы на автомате именно делаем привычные какие-то действия и следуем внутренним или внешним каким-то посылам, правилам, руководствам, и верим в них свято, и получаем тот результат, который нас не устраивает. Сейчас я перечислю основные когнитивные искажения, а вам я предлагаю отмечать у себя, какие из них встречаются в вашей жизни максимально часто. Можете даже поделиться в комментариях, какие из этих вы обнаружили в себе, может быть, в других людях. Анализируйте, посмотрите это видео с анализом, и это поможет вам лучше понимать себя, свою психологию. Также хочу сказать, что некоторые когнитивные искажения в одной и той же ситуации могут встречаться вместе. То есть это может быть сочетание нескольких когнитивных искажений в одной ситуации, и тогда ее негативное воздействие, как правило, может быть еще более сильным. Потому что человек может искажать дважды, трижды всю ту ситуацию, которую он видит и воспринимает. Первое. Это долженствование. Многие психологи говорят, что это королева когнитивных искажений. Потому что очень часто с самого детства мы воспринимаем то, что этот мир что-то должен нам, мы должны быть какими-то и соответствовать этому миру. Другие люди должны быть какими-то, например, наш супруг или супруга, наши дети, наш начальник, наши коллеги. Я должен быть каким-то, например, выступая на камере. Я не буду сейчас говорить, как преодолевать эти когнитивные искажения, потому что по каждому из них можно записать целое видео. И вообще, например, когнитивно-поединческая психотерапия строится на том, чтобы развенчать некоторые когнитивные искажения, сделать их более гибкими и не такими жесткими и ригидными, как у человека, например, в начале психотерапии. Но какие-то намеки я вам дам. То есть смысл заключается в том, что должен — это значит обязан, получается. Но когда мы, например, в ситуациях нам нужно выступить где-то, и мы внутри убеждены, что мы должны выступить идеально. Вот это долженствование, которое может приводить к тревоге, к волнению избыточному, и в итоге мы можем откладывать то, что делаем. Одно маленькое когнитивное искажение, мысль, в которую мы верим, что мы должны быть всегда, например, на высоте, будет очень сильно заставлять нас прокрастинировать и уходить от того, что мы делаем. Есть такая книга, называется «Тирания надель», «Тирания долженствования». В свое время Карен Хорни начала говорить об этом и продолжила сейчас некоторое время Альберт Эллис говорить о том, насколько долженствование пагубно влияет на каждого из нас. Если вам это откликается, мысль, вы можете почитать соответствующие книги. Итак, двигаемся дальше. Второе когнитивное искажение, которое, кстати, очень часто ходят пары с первым, это навешивание ярлыков. То, когда мы интуитивно, опять же, на автомате чаще всего, навешиваем ярлыки на себя, на других людей, на обстоятельства, иногда даже на целые народы, правительства, на целые нации. Это, опять же, происходит потому, что наш мозг стремится сэкономить энергию. Замечали, когда, например, вы приходите в какую-то компанию незнакомую, вы моментально быстро делаете выводы о том, кто перед вами сидит. Ну, например, этот какой-то там страшный тип, это какая-то интересная девушка, да, это, например, очень видно душа компании, пожалуй, я буду с ним больше общаться. Вы практически ничего не знаете еще об этих людях, но ваш мозг уже навешивал ярлыки. В этом нет, в принципе, ничего плохого, но привычка навешивать ярлыки, она нередко бывает пагодна, когда мы, например, сами про себя навешиваем ярлыки и говорим, что, например, ситуация, где вы опоздали, или вы сделали что-то неидеально, вы можете говорить, что вы плохой отец, или плохой сотрудник, или я плохая мать. И именно вот эта такая деструктивная мысль, она может вызывать очень сильные негативные эмоции по поводу себя. Третье когнитивное искажение — это черно-белое мышление, или по-другому называется дихотомия мышления. Это то, когда у нас есть либо белое, либо черное, либо я хороший, либо я плохой, либо я супергерой великолепный, либо я ничтожество. Это проявляется в разных ситуациях, например, когда вы с чем-то не справились, вы думаете, что я самый-самый неудачник, и я никогда не смогу освоить эту профессию. Или у вас, наоборот, что-то получилось, или вас кто-то похвалил, вы думаете, что замечательно, я супергерой. И вот такие качели получаются у человека с дихотомией мышления. Нету полутонов, нету понимания того, что не все бывает черно-белым, есть какие-то оттенки, есть разные мнения, разные точки зрения, и это делает его очень таким прямолинейным, ригидным, жестким и неспособным видеть мир и других людей, себя в полутонах. Четвертое когнитивное искажение — это сверхобобщение. Это то, когда на основе маленького какого-то события мы делаем вывод обо всем, о себе или об этом деле. Ну, например, если у нас была какая-то одна ошибка, мы допустили одну ошибку, мы можем сделать вывод, что у нас никогда больше этого не получится. Или в разговорах, когда мы используем фразу «ты всегда говоришь вот эти плохие слова», то есть вот это тоже сверхобобщение. Или там «ребенок, ты всегда разбрасываешь вещи», или «я всегда опаздываю», «я всегда допускаю такие ошибки», или «я никогда не могу выучить ничего с первого раза». Это сверхобобщение. И здесь можно посмотреть, действительно ли всегда, или действительно ли никогда, или все же были ситуации, когда у вас получалось это сделать. В когнитивно-поединческой терапии используется техника «когнитивный континуум», когда клиенту предлагают посмотреть на себя в позиции, что вот представим самого-самого негативного человека в этом проявлении. Ну, например, человек говорит «я все время опаздываю, я всегда опаздываю». И ему предлагают представить человека, который никогда в жизни не пришел вовремя, и человека, который везде всегда успевал. И в этот момент предлагают человеку поставить себя где-то на этой шкале. И тогда человек начинает более реалистично относиться к себе и говорить, что «ну да, я где-то не на нуле, но процентов на 20, потому что все-таки иногда я прихожу вовремя, например». И это смягчает вот эту жесткость когнитивного искажения, понимаете? То есть в этот момент человек начинает более лояльно, например, к себе относиться, и его самооценка не становится такой низкой. То есть есть разные техники по тому, как эти когнитивные искажения смягчать, я бы сказал. У нас нет цели стать просветленным, да, и быть абсолютно чистым сознанием, воспринимать этот мир таким, какой он есть. Но если вы замечаете, что из раза в раз в каких-то ситуациях вы страдаете, есть высокая вероятность, что то, как вы объясняете себе эти события, то, как вы их интерпретируете, вот там именно содержатся какие-то из этих перечисленных мною когнитивных искажений. Следующее когнитивное искажение — это чтение чужих мыслей. Замечали за собой, что когда вы видите человека, например, он нахмурился, вы думаете «ну, наверное, он меня уволит». Или вы видите, что человек радостный, да, потому что он, не знаю, думает о том, как мы хорошо проведем время. Но на самом деле, строго говоря, мы не имеем доступа к мыслям другого человека. Мы можем примерно их прикидывать. И опять же происходит то самое искажение. И нередко наши ожидания, то есть мы сделали какие-то выводы о человеке, думаем, что он сделает одно, мы ожидаем это, человек этого не делает, и мы начинаем страдать. Как так? Ну, все твое поведение говорило о том, что ты это сделаешь. Ну, где? Он не говорил об этом напрямую, да, мы об этом подумали, мы считали, как бы нам кажется, его мысли. И это может приводить вот к таким страданиям и переживаниям. Поэтому помните о том, что когда вы много думаете за людей, это нередко приводит к тому, что мы разочаровываемся, потому что все равно на 100% их мысли мы читать не можем. Шестое когнитивное искажение — это катастрофизация. Это очень часто бывает у тревожных людей, когда они воспринимают то, что с ними может произойти, и они видят только негативный, самый негативный исход. Ну, например, человеку, которым предстоит поездка на самолете или на автомобиле, он будет переживать и думать, что наверняка точно что-то произойдет, и будет прокручивать в своей голове наихудший сценарий развития событий. Даже если мы берем что-то нейтральное, нужно пойти, не знаю, в магазин, и человек начинает садиться в лифт и думать о том, что этот лифт обязательно застрянет, или остановится, или, не дай бог, упадет. Люди, склонные катастрофизировать, у них это становится тоже привычкой. Здесь есть такой хороший способ — это вести журнал своих тревог. То есть записывать свои мысли, которые вызывают тревогу, ставить рядышком дату и потом писать, сбылось это или нет. И вы увидите, что спустя время большая часть из этих мыслей не сбываются. Таким образом, это станет для вас фактическим подтверждением того, что те мысли, которые чаще всего катастрофического характера у вас в голове, они не сбываются. И потихонечку вы можете отказаться от этой тенденции мыслить катастрофически. Седьмое когнитивное искажение — это персонализация. Оно тоже очень часто бывает с чтением мыслей, но персонализация характеризуется тем, что мы думаем, что именно мы являемся причиной поведения того или иного человека или что мы являемся причиной какой-то реакции. Например, если общается где-то компания, и мимо них вы проходите, и они на вас смотрят, и в этот момент засмеялись, например, то у вас будет мысль, что это с вами что-то не так. То есть наверняка во мне что-то не так, и люди это увидели и посмеялись. Хотя они могли просто разговаривать, что-то смешное обсуждать, и в этот момент просто посмотреть на вас. Но люди, склонные персонализировать, они будут очень часто сравнивать себя с другими, видеть, что они причина каких-то плохих или хороших ситуаций в их жизни, и это тоже может приводить к различным страданиям. Следующее когнитивное искажение — это обесценивание позитивного. Это то, когда мы отделяем хорошее от плохого и фокусируемся только на плохом. Ну, например, вы что-то сделали хорошо, выступили, и вас благодарят, но в этот момент вы не принимаете это на свой счет. Вы будете говорить, что ну вам мне просто повезло, была хорошая аудитория, поэтому всем понравилось. То есть вы не можете как бы принять для себя то, что это ваша заслуга того, что, например, что-то удалось хорошо сделать. То есть фокус на том, что происходит негативно, да, или вы будете говорить, что ну да, было хорошо, но вот это все равно у меня не получилось. Или ну да, людям понравилось, но я не совсем доволен собой. Это нормально — быть недовольным собой и стараться расти, развиваться, но люди с гипертрофированным таким когнитивным искажением, они будут постоянно заниматься самобичеванием, и у них будет очень сильно развит их внутренний критик. Ну а тем более, если у них что-то получилось не очень хорошо, и обратная связь от других людей негативная, то, конечно, они возьмутся за себя по полной программе, и я здесь говорю не в позитивном ключе, а в негативном, да, они могут уйти даже в такое уныние, апатию, и перестать вообще что-либо делать, и сказать, что нет, это не для меня, там может появиться сверхобобщение, что у меня никогда это не получится, да, такое негативное прогнозирование будущего, тут еще катастрофизация в какой-то степени добавляется, и все, и человек замирает и перестает что-либо делать. Девятое когнитивное искажение — это обвинение. Это то, когда мы считаем, что причины наших успехов или неуспехов, чаще все-таки неудач, эта причина вовне находится, в других людях, в обстоятельствах, в, не знаю, в правительстве, в том, что кто-то что-то сделал или не сделал, в наших близках очень часто. И да, конечно, другие люди тоже имеют значение для нас, и, конечно же, они тоже влияют, но люди с сильным когнитивным искажением обвинения, они вообще практически не берут ответственность на себя. Ну и десятое завершающее когнитивное искажение — это прогнозирование будущего на основе своих прошлых удач или неудач. Это то, когда человек считает, что что-то будет происходить всегда. Например, если до этого у него никогда не получалось что-то сделать, то, значит, никогда не получится. Или наоборот, что если раньше мне всегда везло, то мне всегда будет и дальше везти, и я могу, не знаю, не готовиться перед какой-то важной встречей, потому что я всегда их провожу легко. В какой-то момент это может привести тоже к негативным событиям. Ну что ж, это были топ-10 когнитивных искажений. На самом деле их намного больше, их больше ста, и наш мозг научился этому. Это многие когнитивные искажения в нашей культуре. Многие когнитивные искажения поощряются с детства, и мы как бы приучаем свой мозг так мыслить. Например, это должностование, директивы кому-то прямо говорят, ты должна, или там девушка должна, или не должна, или мужчина должен, или мальчик должен, там мужчины не должны плакать, например. Ну и много-много-много. Я не говорю, что это верно или неверно. Я показываю то, как это может влиять на нас негативно. Или навешивание ярлыков. То, когда нам в детстве очень часто говорили, что вот это хороший мальчик, это плохой. Даже то, когда нас хвалят за что-то, вызывает и говорят, что ты молодец в этом, вызывает ощущение, что я окей, я молодец, только если я что-то делаю хорошее. Если я не делаю что-то хорошее, то я не окей. Ну, это отдельная тема того, как хвалить детей правильно. Может быть, когда-то я сниму тоже видео на эту тему. Но вы должны понять, что во многом в нашей культуре нормальным считается приводить эти когнитивные искажения, но, к сожалению, они нередко могут приводить к очень сильным негативным состояниям, например, депрессивным. В депрессии человек может вообще очень сильно присваивать себе неудачи, катастрофизировать и видеть негативным свое будущее. Сверх обобщать, да, говорить, что все тлен, все ничтожно. И вот одни эти мысли будут затягивать, как воронка его внутрь этого депрессивного состояния, и очень сложно будет из него выпутаться. Конечно, это тоже отдельная тема, потому что есть разные виды депрессии, и в каких-то депрессиях очень показано применение препаратов, да, но никто не отменяет психотерапию. И вот научение себя мыслить в более реалистичном ключе. Поймите правильно, то есть убирая когнитивные искажения, мы не начинаем мыслить позитивно, ну, то есть только хорошо, только все идеально. Это тоже неадекватное мышление, это тоже нереалистичное мышление. Важно научиться видеть факты такими, какие они есть, максимально реалистичными. То есть, например, то, что вы не смогли там успешно что-то сделать, и вам прилетела негативная обратная связь, это не значит, что вы никогда не сможете это сделать. Или это не значит, что вы полный лузер и неудачник. Это значит, что конкретно это событие было сделано не так хорошо, как могло бы быть, например, если бы вы подготовились. Вот что это значит на самом деле. Но наш мозг очень часто придает дополнительное избыточное значение, и если мы этому верим, то мы можем нередко от этого очень сильно страдать. Конечно, я надеюсь и очень верю, что это видео поможет вам лучше понять свои когнитивные искажения, и с какими-то возможными из них вы сможете справиться самостоятельно. Если вы чувствуете, что да, они есть, но тяжело самим справиться, вы можете обратиться ко мне за помощью на индивидуальную консультацию. Я провожу консультации, в том числе и в когнитивно-поединческом подходе. Поэтому буду рад видеть у вас. Ссылка для записи на консультацию находится ниже под этим видео. Я желаю вам благополучия. До встречи в следующих моих видео.